Дебют одного из самых харизматичных и характерных бойцов на хардкор файтинг Арсена Бронсона Каримова, которому в народе уже дали прозвище Лапенко. Все это прямо сейчас, присаживайтесь поудобнее, ставьте лайк и приятного просмотра. С первого же размена на седьмой секунде боя Бронсон оформляет нокдаун, но и сам пропускает точный удар в глаз, из-за чего глаз попросту закрывается и остается закрытым до конца боя. Плюс ко всему он также травмировал руку, а я напомню, что бой только что начался. Продолжать биться с одним глазом и травмированной рукой, учитывая, что бой только что начался, это показатель огромной силы воли и характера. После осмотра врача, продолжая буль дальше, Бронсон дико взвинчивает темп и попросту налетает на соперника, как хищник на добычу. Конечно же мотив понятен, глаз и рука будут беспокоить с каждой минутой все больше, и таким образом Бронсон хотел завершить бой финишировав соперника. Но этого у него не получилось, зато получилось заработать второй нокдаун в первом раунде, что обеспечивает ему огромный отрыв по баллам в раунде. Далее раунд продолжился в том же темпе с агрессией от Бронсона, но уже после середины первого раунда Бронсон заметно подсел в физухе. Во втором раунде темп намного больше снизился и уже лучше смотрелся соперник Бронсона. Он намного больше попадал и смотрелся свежее, но в середине раунда Бронсон оформляет нокдаун правым оверхендом навстречу, чем выравнивает положение второго раунда. В конце концов, закономерная победа Бронсона в бою и покорение сердец зрителей. Да, если покопаться, то боец где-то не самый техничный, с физухой крайне плохо, но тот характер и та манера боя, которую он показал, нивелировали многие аспекты. И Бронсон оставила себе впечатление как об одном из самых ярчайших бойцов. Напишите в комментариях, как вы оцениваете дебют данного бойца и насколько далеко, по вашему мнению, он пройдет в гран-при. Обязательно подписывайтесь на канал и всегда будьте в курсе новостей мира поп-ммэ первыми.